Всем привет! С вами CryptoMoney и в этом видео мы рассмотрим P2P площадку от Binance. Ссылку на эту биржу вы найдете в описании к данному видео. Итак, прежде всего нам нужно определить, насколько это выгодно и нам интересно. В теории смысл P2P площадки заключается в том, что вы не платите комиссию биржу при осуществлении сделок, и эти сделки осуществляются напрямую между участниками биржи. То есть, например, вы покупаете или продаете криптовалюту и получаете или платите, например, на банковскую карту или Kiwi кошелек, ну и так далее. В теории звучит неплохо и вроде даже есть где сэкономить, но так ли это на практике? Давайте узнаем. Итак, нам нужно залогиниться на Binance. После того, как вы это сделали, вам нужно вот здесь вот кликнуть «Торговля», зайти в P2P платформу. Вот так вот выглядит эта страница. Здесь можно нажать «Больше фильтров», и вы увидите здесь еще, что можно выбрать, например, валюту. Тут фиат, рубль, там, да, еще другие валюты. Здесь мы можем выбрать «Я хочу купить» или «Я хочу продать», и, соответственно, вот здесь вот мы увидим предложение. То есть, если мы выбрали «Я хочу купить», мы увидим, что здесь вот, значит, у нас пользователи. Пока их немного, к сожалению, да, то есть, смотрите, всего одна страница, и их не так много. И вот цены, за которые они хотят осуществить сделку. Давайте рассмотрим немного. Вот здесь цена у нас 600 тысяч рублей. То есть, если мы выбрали «Я хочу купить биткоин», то предлагается нам минимальная цена 600 тысяч рублей. Доступно – это сколько в наличии биткоинов есть у этого человека. И лимит, то есть, сделка с ним должна составлять от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. В этой графе описаны условия оплаты, в данном случае банковская карта, и требования, пройденная, например, процедура KYC. Здесь вот еще, видите, дополнительно бывает требование, зарегистрирован более 10 дней. То же самое, если мы кликнем на «Я хочу продать», то же самое, здесь выбирается «Криптовалюта». Здесь, значит, у нас идет цена. То есть, вот здесь у нас тоже, как вы видите, совсем немного пока предложений. Здесь вот уже присутствуют Kiwi, Alipay, WeChat. И самое интересное, что здесь у нас цена. Цена вот такая вот у нас сейчас в данный момент. Здесь опять доступно сколько, ну и так далее, лимиты. И вы уже, собственно говоря, от того, что вам нужно, ищите под свои лимиты, какой человек вам больше всего подойдет. Давайте рассмотрим «Я хочу купить». И смотрим, значит, минимальная цена 600 тысяч, ну и то, если мы хотим купить от 10 тысяч рублей. То есть, если бы мы хотели купить на 1000 рублей, то минимальная цена для нас уже составила бы 612 тысяч. Ну и доступно совсем немного, конечно, здесь биткоинов. Давайте сравним эту цену с ценой, на которую мы можем купить на BestChange. На BestChange сейчас, например, вот здесь у меня выбран Сбербанк, а здесь выбран биткоин. И мы смотрим, то, что мы сейчас можем купить по цене 598 тысяч 468 рублей. И лимиты у нас от почти 6 тысяч до 70 тысяч. Резерв 0.06. Если следующее посмотреть, тут уже от 1198 рублей до 72 тысяч рублей. И резерв здесь уже у нас целых 100 биткоинов. Получается, что если мы хотим купить, например, на 2-3 тысячи рублей биткоин, нам надо выбрать было бы вот этот вот вариант, потому что здесь лимит от 1198 рублей. И резерв там полно 100 биткоинов. И мы заплатили бы вот эту цену. А непосредственно P2P площадке мы заплатили бы 600 тысяч, что значительно больше. А, мы не проходим здесь по лимиту, прошу прощения. Мы заплатили бы 612 тысяч, что уже действительно больше, прям значительно. Причем мы также бы заплатили банковской картой. Ну, еще и у нас аккаунт должен был быть с процедурой KYC. И еще, что очень важно, что здесь это как ордер стоит, да. И здесь вот если цена скачет биткоина, вот здесь у вас цена не будет меняться. То есть если на BestChange вы будете смотреть, да, и она постоянно обновляется. Вот видите, сейчас уже 598, 287, здесь 600 тысяч, да. Постоянно меняется цена в зависимости от цены биткоина. А здесь как раз нет. Ну, что тоже как бы печально, да, потому что хотелось бы все-таки, чтобы если цена падает, то и мы купить могли дешевле. Теперь давайте рассмотрим, что насчет продать. Я хочу продать, выбираем, да. Вот у нас, например, ну здесь, конечно, цена самая большая стоит на продажу, но лимит от 100 тысяч рублей. То есть если мы не собираемся столько много биткоина продавать, то нам этой цены не видать. То есть, например, ближайшая более-менее вменяемая цена, это, наверное, вот от 10 тысяч рублей вот здесь вот. То есть за 580 тысяч, 715 рублей. Ну и то с минимальным лимитом, что мы хотим продать биткоина не меньше, чем на 10 тысяч рублей. Давайте же посмотрим, что в этом на BestChange творится сейчас, если мы захотим продать, да. То есть мы здесь выбираем, значит, биткоин. Сейчас, секундочку. Здесь выбираем биткоин. Здесь выбираем, например, Сбербанк, да, как самый такой оптимальный вариант. Обычно именно Сбербанк самый выгодный вариант. И что мы видим? Здесь мы можем продать за 591 тысячу 526 рублей против 580 тысяч 715 рублей. Получается, что продажа через BestChange по-прежнему выгоднее, чем через вот P2P Binance. Стоит отметить, что это только пока, потому что предложений очень мало, что на продажу, что на покупку. Но когда их станет много, то вполне уже, может быть, P2P Binance будет конкурировать с BestChange. И в этой платформе будет выгоднее покупать или продавать криптовалюту, чем даже на BestChange. Но пока это не так, я не вижу смысла делать подробную инструкцию и проходить всю эту процедуру с продажей или покупкой, хотя бы потому, что это не очень выгодно сейчас. Обязательно запишу еще видео. Когда ситуация изменится, я обязательно буду мониторить. И как только на платформе Binance P2P станет выгоднее продавать и покупать криптовалюту, чем на BestChange, вы узнаете об этом одни из первых. Поэтому пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо!